Ну, мы знаем о том давлении, я, по крайней мере, как представитель церкви, могу говорить о фактах, которые известны всем, о том давлении, которое элладские иерархи испытывали со стороны патриарха Варфоломея и иерархов Константинобольского патриархата. Они испытывали давление, насколько мы знаем из СМИ, и от греческих политиков. Возможно, от международных политиков. Я думаю, что политологи и те, кто в политике разбирается лучше, чем я, как представитель церкви, расскажут об этом подробнее. Но, безусловно, давление было, и давление настолько жесткое, что поначалу предстоятель элладской православной церкви, которая категорически был против признания неканонической ПЦУ, поскольку без апостольского преемства, без благодати таинств, ведь у них же совесть есть у всех греческих иерархов, они понимают, что они делают. Это как вот, опять же, это я в измерении духовном говорю, а не в юридическом, как вот человека живого с покойником связать вместе. Знаете, у кого-то из древних народов была такая казнь, жестокая казнь живого человека, преступника, в том случае, себя привязывали лицом к лицу, рукой к руке, ногой к ноге, к покойнику. Что в итоге получалось? Он постепенно умирал, пропитываясь вот этими ядами от мертвого человека. Точно так же ПЦУ связали с частью канонической православной церкви, благодатной, с апостольским преемством, в том числе это касается и части элладской церкви. Части, потому что лица тех иерархов, которые признали ПЦУ. Так, что касается элладской православной церкви, то следует памятать, что элладская православная церква – это церква в Греции. Ось, она имеет конституционный статус. Тобто, там священники получают зарплату с бюджета. Так, церква там есть частью государственного аппарата. Ось, минулого лета до влады в Греции пришел уряд Митсотакиса, проамериканский уряд. Кроме того, Департамент США доклав всіх можливих зусиль з архиепископом Афінським, главою элладской православной церкви. Зустрічався посол США в Греції Джефрі Пайет. Туди приездив посол з особливих доручень Сем Браунбек. З якою основною метою? Саме схилити элладскую православную церковь, визнати ПЦУ. Те ж саме, скоріше за все, що оскільки уряд платить священникам Греції зарплату... Вони примушені були просто погодитися, так? Так, тобто, скажімо, можемо допустити, ну це, скажімо так, моя особиста точка зору, що через дипломатичні важелі американський державний департамент міг вплинути на уряд Греції, котрий міг донести до іерархів Грецької православної церкви, що, наприклад, їм ввіжуть фінансування, якщо вони не визнають ПЦУ. Ну, цілком можливий сценарій. Я не знаю, чи було це так, але це цілком можливо припустити. Те ж саме могло мати місце із визнанням ПЦУ Олександрійським патріархатом. Тому що уряд Греції фінансує не тільки церкву Греції, але фінансує ще й Олександрійський патріархат. І, тобто, є три церкви, де американці мають вирішальний вплив – це Константинополь, Греція і Олександрійський православний церкв.